За последние десятилетия число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, увеличилось почти втрое, что повлекло за собой рост смертности в 4 раза. Сегодня в Беларуси цифра инфицированных составляет более 15,5 тысяч, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 1200 человек проживают в Брестской области. За 10 месяцев этого года у нас выявлено 120 новых случаев ВИЧ-инфекции. То есть у нас увеличение произошло на 13,2%. По республике за этот период увеличение произошло на 18,5%. Больше всего случаев выявлено ВИЧ-инфекции это в городе Пинске 545, в городах таких как Брест 186, в Барановичи 95. Основная категория ВИЧ-инфицированных – молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет, которые из любопытства, впервые потребив наркотики, не задумываются, что шприц с дозой может стать последним и привести к неизлечимой болезни. Опережают инъекционное введение наркотиков, как один из основных путей передачи ВИЧ-инфекции, несочищенные половые контакты. На сегодняшний день по их причине число носителей ВИЧ-инфекции составляет 75%. Болеют у нас и мужчины, и женщины. Мужчины составляют 62%, женщины 38% из числа заболевших. Раз появляется ВИЧ-инфекция у женщин, то появляются уже и ВИЧ-инфицированные у нас женщины. За весь период статистического наблюдения у нас в области родилось 135 детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Из этих деток у нас у 12 диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден. По состоянию на 1 ноября этого года среди ВИЧ-инфицированных в Брестской области умерло 250 человек, из которых 76% – люди, употребляющие наркотики. Как правило, наркоманы являются по совместительству и распространителями дурманящих средств. Руководство из жажды денег не забывает, что это чьевато суровым наказанием со стороны правоохранительных органов. За хранение наркотиков больным этим человеком, скажем так, шпицовым наркотикам, предусмотрена ответственность по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса, предполагающей собой уголовное наказание до 3 лет лишения свободы. Ну и, соответственно, сбытчик такого вида наркотика понесет ответственность вплоть до 13 лет лишения свободы по части 3 статьи 328. Сегодня единственным спасением от ВИЧ-инфекции является профилактика. Поэтому каждый должен иметь свободный доступ к фактам о ВИЧ и СПИДе. Это даст уверенность в сохранении своего здоровья и здоровья близких. А если у вас есть или возникнут причины сомневаться в своем ВИЧ-статусе, пройти анонимное тестирование на СПИД не будет лишним. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...